Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна. И сегодня мы с вами будем разбирать мой поистине глобальный заказ в интернет-магазине Перекресток. И очень сожалею, что не смогла вам отснять сам процесс, как мне курьер его привез. Каждый курьер приезжает в маске, в перчатках. У него есть такая специализированная тележка, на которую ставятся грузовые короба. Такие, в которых помещены несколько пакетов. Из каждого такого короба он достает пакетик соответствующий, который входит в ваш заказ. Вот, повторюсь, курьер в маске. И если нужно, у него есть специальный автомат, он распечатывает чек прямо на месте. Все очень быстро, все вовремя. В общем, доставка Перекрестка значительно более проработанная, чем бесконтактная доставка Wildberries, например. Смотрите, у Перекрестка вся продукция запакована в следующие пакетики. Замороженные продукты в голубых пакетиках, охлажденные в зеленых. Вот это красные, обратите внимание, видимо, для товара, который требует бережного обращения. Еще есть желтые пакетики, подходящая замена. Сюда складываются товары с заменой тем товаром, которых не оказалось на складе. И курьер вас спрашивает, будете ли выбирать этот товар как замену или нет. И еще есть обычные пакетики. Сюда вкладываются бокалийные товары, типа круп, что-то такое. Сейчас я вам покажу просто объем моих пакетов. Вот это такое количество пакетиков остается после заказа где-то на 5700. Стоимость моего заказа на сайте Перекрестка составила 5798 рублей. Большой плюс Перекрестка, что вы можете купить абсолютно всю продукцию, включая молоко, яйца, фрукты, картошку, овощи различные, в отличие от того же Wildberries. На Wildberries такие продукты купить нельзя, там только бакалея, крупы всякие разные, сладости и прочее. И хочу показать вам сразу картофель, потому что я заказала его три вида. Здесь у меня идет картофель фасованный сетка, 23,90 его стоимость. В сетке 2,5 килограмма. Вот он. С картошкой можно очень конкретно прогадать, поэтому я взяла сразу три вида. Вот такой плохо мытый картофель. Также приобрела картофель для варки 3 килограмма за 124,90. Он называется «Знай наших». Здесь уже такая чистенькая картошка, скорее всего, будет иметь желтенький вид при варке. Ну и третий, самый бюджетный, это картошка за 17,90. Здесь 2,228. И эти 2 килограмма мне разложили по вот таким пакетикам. Видимо, в каждом из пакетиков примерно по килограмму. То есть на вот этом пакете, например, вообще нет никакой маркировки. 2 килограмма это вот эти два пакетика составляют. Вот так выглядит мой заказ в интернет-магазине «Перекресток онлайн». И могу сказать, что по ощущениям цены на процентов 15-20 в интернет-магазине, как мне кажется, все-таки выше, чем если пойти вот так же эти товары, покупать в той же «Пятерочке», например, или в «Перекрестке». Но я могу, естественно, ошибаться. Есть на сайте и скидки. Многие позиции у меня куплены именно по скидкам. Но, повторюсь, это очень удобно в текущей ситуации, когда все мы сидим на самоизоляции. Вы можете заказать, не нужно никуда ходить, ничего тащить на себе. Курьер приезжает прямо к дверям вашим, приносит вам все абсолютно продукты. И вот у меня, например, в отличие от «Вайлдберрис», никаких накладок на сайте «Перекресток» не произошло. То есть у меня пока только положительные отзывы. В мой заказ вошло 6 упаковок молока «Домик деревни» 930 мл. Вот здесь они у меня вместе составлены за 61 рубль. Эта цена тоже очень хорошая в магазине «Перекресток». Знаю, что в «Пятерочках» можно и чуть дешевле его купить. По-моему, по 57 рублей его можно найти. Если не права, поправьте меня, пожалуйста. И в мой заказ также вошло 6 упаковок ультрапастеризованного уже молока 970 грамм. Вот оно идет чуть подороже, это молоко, 77,90 и 970 грамм. Это производитель «Сарафанова». Держалась и не купила ни одной упаковки гречки. Зато закупила аж 5 упаковок сахара белого по 32,90. Производитель у него Санкт-Петербургская компания некая. Вот в таких упаковках он идет. И 32,90 тоже отличная цена. 198,90. Яйца от компании «Волжанин». 30 штук здесь. Категория у них С1 и производит Ярославская область. Вот эти два продукта лежали отдельно в зеленом пакетике у меня. И здесь идет бедро и голень. От компании «Петеленка» бедро и голень от новгородской компании «Куриная ферма». И по цене смотрим 199 рублей. Это бедро «Петеленка» и голень 219 рублей. Чуть-чуть подороже. Вот так упаковывает перекресток свинину. И здесь 1,252 кг. И 1,178 кг. В общем, 2,300 за 229 рублей всего. Это свинина духовая без кости. То есть, вот эту всю нарезку, которую вы видите в перекрестке, ее перекресток упаковывает вот в такой вакуум и привозит вам. Еще и наклеечку клеит. Мы только что ее нарезали. Надо сказать, кусочки очень даже симпатичные. Немного жира. И, скорее всего, будем делать шашлык. Не обошлось у меня и без наггетсов. Стоимость одной упаковки 118 рублей. Мамочки-любительницы этой продукции знают, что в «Петерочках», в «Перекрестках» очень часто «Мираторг» устраивает на них акции. И они там стоят порядка 79, наверное, рублей. Сейчас акции в «Перекрестке» нет. И я их приобрела по 118 рублей каждая упаковочка. Также здесь у меня идет сыр «Гауда». Здесь 450 грамм. Все тоже хорошо упаковано. Поемость сыра 559 рублей. Что-то мне подсказывает, что наш период самоизоляции не закончится апрелем. Он продлится и в мае. Поэтому мука мне точно пригодится. 74,90 за 2 килограмма муки. У меня 2 упаковки. И рядом лежат бананчики 68,90 за 1 килограмм. 175 рублей 90 копеек. Стоимость килограмма лимонов сейчас в «Перекрестке». Знаю, что в СМИ была такая новость, что очень сильно поднялись цены на лимоны и на имбирь. Буквально на прошлой неделе была в «Дикси», и там килограмм имбиря стоил 1000 рублей. И кто-то говорил о ценниках в районе 5000 рублей или 3000 за килограмм. Я пока таких ценников в магазине не наблюдала. Также у меня здесь мандарины. Более 2 килограмм. 2,200. И стоимость килограмма мандаринов на сайте 79,90. И еще сезонные яблоки тоже по бюджетной цене. 84,90 здесь. Это за килограмм цена. И у меня здесь около 2 килограмм. Теперь пройдемся по молочке. Сметана Пискаревская 15%, 69 рублей 90 копеек. И творог 9%. Это творог простоквашен. 3 упаковки. 1 упаковка идет по цене 89,90. В мой заказ вошел совсем бюджетный Пискаревский кефир. Здесь 1 килограмм. И стоит он 49,90 всего. А за 69,90 одна упаковочка 690 грамм. Здесь это чудо-йогурт с двумя вкусами клубника и персик-абрикос. Клубника-земляника. На сайте Перекрестка можно приобрести даже хлеб. Поэтому вам не придется выходить в магазин, чтобы купить хлеб. И вот за 59,90 350 грамм хлеб Бородинский заварной. Сыр Президент с ветчиной плавленый. 400 грамм. 169,90. Вроде бы сейчас в магазине Светофор тоже продукция компании под брендом Президент появилась. Но я в Светофор, видимо, попаду еще очень не скоро. Мы все-таки приняли решение в крупные торговые центры не выезжать. В мой заказ также вошла икра из печеного перца 360 грамм. Стоимость ее 119,90 рублей. Это такая покупка из понравившегося, чтобы еще заказать. Вот я заказала вот эту икру. У нас всегда хорошо идет такая продукция. И ее производит город Москва. Вот этот товар мне пришел на замену обыкновенного песта, который я заказывала. И мне включили в чек именно вот это песто с вялеными помидорами. Я заказывала классическое песто. Курьер, повторюсь, вас спрашивает, будете ли вы брать этот товар на замену. А вот что происходит, если вы отказываетесь от этого товара, я вам точно сказать не могу. Поскольку, наверное, деньги возвращаются вам на карту. В мой заказ также вошел вот этот сервелат кремлевский от многим известной компании Дымов. Которая представлена также в магазине Fixed Price. Но туда я тоже не попадаю. Ну, это мой личный выбор. Я буду соблюдать все-таки режим самоизоляции. Стоимость этого сервелата 159,90 за 330 грамм. И отяшево, который, опять же, представлен широко в магазинах, светофор. Здесь у меня колбаса докторская. Она стоит 89,90. И здесь всего 500 грамм. 39,90 халва подсолнечная за 350 грамм. Это любимая многими азовская кондитерская фабрика. Ее продукция также представлена в магазинах, светофор. Отличного там она качества. Я вот здесь сейчас в перекрестке ее заказала. Еще в мой заказ вошла вот такая халва подсолнечная с глазурью. Обратите внимание, что она только с одной стороны в глазуре. Это сейчас я заметила. Мы любим халву, которая вся покрыта глазурью. Здесь 245 грамм. И она стоит 359,90. Арахис 60 грамм в глазури. Такой тоже продается под брендом Сенсой. Опять же, в фикс прайсах. Здесь 49,90. 60 грамм. И это вот такой вот бренд. Первый раз беру. Будем пробовать. Обыкновенное печенье со сгущенным молоком. 39,90. Это терлим. Простенькое. За 400 грамм. Вот он, товар-маркер. Это чипсы Принглс. В прошлом моем заказе Wildberries вот точно такая же упаковка чипсов стоила 139 рублей. Так вот, в перекрестке упаковка чипсов Принглс вот такая стоит 109 рублей. То есть, дешевле. Напомню, что в пятерочках на них очень редко бывают акции. Но бывают за 90 рублей. Вот такую упаковку там можно приобрести. Решила порадовать себя небольшим тортиком. 300 грамм этот тортик капучино. 185 рублей. Кстати, в магазине Перекресток, если у вас какое-то торжество намечается, день рождения, ребенка или ваше день рождение, можно спокойно заказать торт. То есть, не надо бежать в соседний магазин. Вам привезут торт. И там достаточно большой выбор этих тортов. Также здесь у меня в заказ вошел кетчуп шашлычный 500 грамм от компании Махеев. Не сдержалась, заказала 49,90. Ну и последнее, вот мой фаворит, можно сказать, в прошлом моем заказе в Wildberries были тоже кексики от компании Пудов. И в этот раз заказала вот такие классные кексы с глазурью и красивой посыпкой внутри. Ну а на этом я хочу закончить свой длинный достаточно обзор. Давайте все-таки оставаться дома, пользоваться службами доставки. У Перекрестка службы доставки получают лично от меня 5 баллов. Все четко, все вовремя, быстро заказал сегодня, привезут завтра. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok